Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Луки, вторая глава, второй стих, мы зададимся следующим вопросом. Почему евангелист Лука пишет, что перепись проходила в правление Квериния, хотя Квериния стал губернатором только в шестом году уже нашей эры? Итак, проблема заключается в том, что Лука утверждает, что перепись, объявленная августом, была первая в правление Квериния Сирии, однако Квериния стал губернатором Сирии только после смерти Ирода около шестого года нашей эры. И, казалось бы, тут неизбежное противоречие. А как же избиение младенцев, которое было по приказу Ирода уже как бы по окончанию переписи, или близко к окончанию переписи. Предлагается такое решение. Верующие ученые, экзегеты, настаивают на том, что Лука не ошибается. Давайте посмотрим, что они пишут. Существуют разумные решения этой трудности. Во-первых, Квинтилий Варус был правителем Сирии в период с 7 до 4 года до нашей эры. Варус не являлся правителем, заслуживающим доверия, что проявилось в 9 году нашей эры, когда он потерял три легиона солдат в Тевтоберском лесу в Германии. Ну, надо сказать прямо, что римляне оценивали людей, отталкиваясь от их качеств как полководцев. Человек мог быть, например, прекрасным оратором, философом, стихотворцем. Но если у него не было никаких воинских талантов, то сразу ставилось под сомнение, в принципе, все то хорошее, что о нем могли сказать его сторонники, или он сам мог засвидетельствовать о себе. И если была такая потеря аж трех легионов солдат, жизнь римских солдат оберегали. Это была ценность Римской империи. Ведь в Остове империи один город. Жителями этого города, конечно, солдатами римскими могли становиться и другие люди из других италийских земель, но это огромная ценность. Римский солдат его могли с детских лет готовить к этой военной карьере. Напротив, Квириний был выдающимся военачальником, который руководил подавлением восстания в Малой Азии. То есть он уже участвовал в подавлении восстаний сепаратистов. А, скажем так, Ближний Восток – это такое место, где постоянно возникали какие-то конфликты. И ученые настаивают на том, что когда пришло время начать перепись, около 8 или 7 года до нашей эры, Август поручил Квиринию непростую задачу в неустойчивой провинции Палестине, заменяя власть Варуса назначением Квириния и придание ему особых полномочий в области. То есть особые полномочия в области, они как бы устраняли власть всех других людей, которая могла сохраняться на бумаге. Но существует еще одно объяснение этих ученых, которые предполагают, что Квириний мог являться правителем Сирии дважды и в разные сроки. Дважды и в разные сроки. В первый раз, выполняя военные действия против постанцев, это с 12 года до нашей эры, по второй год до нашей эры. А позже, начиная с 6 года нашей эры. Таким образом, противоречие устраняется. И не надо думать, что это только гипотеза. В 1764 году был найден документ, точнее, это надпись, сделанная на камне. Расшифровка латинской надписи показала, что Квириний действительно был правителем Сирии дважды. И это уже научное открытие, которое подтверждается археологическим открытием. Таким образом, в Евангелии от Луки нет никакого противоречия по этому вопросу. И сегодня мы устранили еще одно внешнее противоречие, так как верим в святость Слова Божия. В книге пророка Иеремия прямо сказано, что Бог сам оберегает свое Слово. Берегите себя, братья и сестры. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. С Богом! Субтитры сделал DimaTorzok